Продолжение следует... Продолжение следует... Мы совместно составили программу этой секции, и мы здесь, по сути, связаны со знаниями, с сбором данных, оказательств и так далее, и их далее распространение. Так что давайте поговорим о вовлечении в научную или исследовательскую работу. То есть мы здесь стараемся продвигать интересы наших сообществ на основании знаний. В 2019 году мы начали проект, но это не буду называть проектом. Мы просто решили, что необходимо провести определенную оценку потребностей наших сообществ и сообществ наркопотребителей в Португалии, в Нидерландах и других странах. И мы уверили, что эти результаты могут быть также полезными для Греции, Польши и Литвы. Мы считали, что, может быть, нам удастся добиться понимания лучшей практики, которую мы могли бы перенести потом в другие страны. Но чтобы мы такое могли сделать, то нам необходимо было начать этот проект, это открытый проект, который, по сути, должен послужить для разработки последующих проектов. То есть целью было собрать хорошую ценную информацию, которую можно потом переносить и в другие страны в качестве образовательной программы. Так что мы здесь сосредоточили наше внимание на две главных темы. Во-первых, как вообще-то разработать программу, которая соответствовала бы любой стране, и потом, как эту программу далее продвигать. То есть литература нам не предоставляет достаточной информации про то, как составлять такие программы, которые могут быть использованы в общем порядке. И также некоторые неправительственные организации тоже имеют к этому вопросу свой подход. Так что нам необходимо иметь более всеобъемлющий подход, чтобы мы имели хорошее понимание того, как и что люди делают, работая с людьми, которые потребляют наркотики. То есть мы пригласили полицейские органы, мы пригласили этих мелких дилеров с наркотиками и также представителей местных властей, чтобы к нами присоединились и чтобы мы совместно попытались составить такую программу. Этот проект имел очень простой такой дизайн. То есть мы провели оценку потребностей со стороны конкретных рабочих групп. Далее мы провели такой обзор на основании первоначальных шагов. И потом мы, по сути, рассмотрели эти результаты и валидировали их. То есть какие у нас были проблемы или сложности. Во-первых, было низкое вовлечение дилеров, которые торгуют небольшими количествами наркотиков. Так что мы старались этих дилеров привлечь к нашему проекту. По сути, один из них согласился, а когда он там был и когда увидел, что там присутствует и местная полиция, он больше затянулся. И он перестал себя представлять как дилера небольшими количествами. Он говорил «я peer», что обозначает на английском языке «я равный» или «работаю наравне». Так что мы здесь слышали, что здесь есть определенная напряженность между полицейскими и местными мелкими дилерами. То есть для нас это было очень интересно с теоретической точки зрения. Но было сложно с этим потом работать, если мы старались провести какой-то объективный обзор. То есть если кто-то в ходе проекта меняет свою социальную роль и информация, которую человек предоставляет этому проекту, теряется или ее значение теряется, потому что, по сути, мы даже не можем говорить о дилерах наркотиками. И, по сути, эти люди потом не готовы нам представить их способ работы и как наркотики далее распространяются. Так что здесь мы заметили очень интересный процесс трансформации этого человека и его позиции в рамках проекта. Далее мы видели определенные сдвиги и среди научно-исследовательских работников, и также участников со стороны лиц, употребляющих наркотики. И, по сути, нам необходимо получить какую-то коллективную информацию. Некоторые из этих информаций приходят на словах, а некоторые мы просто должны понять из определенных признаков, знаков, контекста и так далее. Мы здесь, по сути, встретились с тем, что некоторые люди, которые были объектом этого расследования, чувствовали себя относительно комфортно. И данный человек, с которого мы спрашивали, себя чувствовал нормально, но многие другие коллеги или сотрудники не очень легко относились к этой ситуации. Так что они бы предпочитали классические опросы лицо на лицо, чтобы они были готовы предоставить определенную информацию. Так что иногда случалось, что эти люди, которые проводили этот опрос, не были готовы перейти к какой-то новой методике, к какому-то новому подходу, чтобы извлечь как можно больше полезной информации для нас. Может быть, здесь целый ряд вопросов, которыми надо задумываться, когда мы хотим подготовить такого образа научную работу. Например, в Польше или в Литве полиция не проводила вот эти вот пирсобеседования, то есть собеседования на равном уровне. Я думаю, что и в Чехии такое наверняка невозможно. Я думаю, что это дано тем, как люди воспринимают свою позицию, свою ситуацию. То есть они не воспринимают себя как определенного лица, которое может принести вклад в общие знания. Они остаются на своей первоначальной стереотипной социальной позиции, которую они имели до начала нашего проекта. Это заметили все мои коллеги, которые с этим работали. Здесь, по сути, здесь была нехватка такого гибкого подхода в рамках этого научно-исследовательского проекта. Потому что здесь очень большая сложность заключалась в комплексности информации, поступающей от различных участников. Потому что здесь мы говорили о методике, которая должна быть применена. Но часто они как раз прибегали сразу же к заключениям, исходящим из их первоначальной позиции, с которой они входили в этот проект. Я думаю, что это очень важно над этими вопросами задуматься. Если нам бы удалось с этим вопросом как-то справиться более успешно, то, может быть, мы могли бы извлечь больше информации из этого проекта. Так что я хотел бы вам здесь теперь представить несколько основных заключений этого проекта. Например, что нам нужно иметь в такие исследования большее вовлечение действительно научных работников, работающих в сфере социальных исследований. Потому что мы заметили, что многие из этих социальных работников предпочитают сидеть в своих кабинетах, не хотят выходить на улицу, не хотят общаться с этими мелкими дилерами, не хотят общаться напрямую с участниками этого проекта. Так что здесь потом стоит вопрос, как можно проводить качественные исследования и как мы можем прийти к качественным и полезным результатам. Далее, чего мы заметили, что очень важно определить роль местного сообщества. Местное сообщество очень важную роль играет в создании взаимоотношений между отдельными этими группами. И мы считаем, что такого вида научно-исследовательской работы нельзя проектировать без вовлечения местного сообщества, без вовлечения членов семьи, без вовлечения окружающих лиц, проживающих в соседстве, в близости этих объектов нашего исследования. Поэтому нам необходимо развивать взаимоотношения с местным сообществом, то есть быть в контакте лишь с активистами недостаточно. Поэтому мы в этом смысле здесь видели некоторые осложнения в данном проекте с точки зрения нахождения действительно объективной, всеобъемлюющей информации. То есть нам необходимо иметь больше медиаторов, людей, которые способны отдельные аспекты передавать и переносить дальше. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Жоза. Это прекрасный рассказ о выводах, которые мы сделали, о том, как повысить уровень вовлечения в исследования. Следующий докладчик из Польши. Юстина Стружек. Она расскажет об опыте Польши, где начинали с низкого уровня партиципации. Подходите, пожалуйста, к микрофону. Отлично. Добро пожаловать всем. Я очень рада, что могу здесь сегодня выступить. Я надеюсь, что вам меня видно, потому что обычно для людей с низким ростом микрофоны слишком высокие. Но я надеюсь, что вы меня видите. Меня зовут Юстина Стружек. Я работаю в Ягелонском университете в Кракове. Я научный работник. И здесь вы видите, что Яна указала три имени. Своё, а также Магдалина Бартник из организации Precursor и Марьяна Ивульска из организации Ball Input. Марьяна здесь также сегодня присутствует. И эта презентация без их вклада была бы невозможной. Поэтому давайте поаплодируем этим замечательным активисткам. До начала рассказа, позвольте мне слегка прокомментировать. В прошлом я занималась исследованиями квир-сообществ, это ЛГБТКИ+. Поэтому важно начать с того, что вы понимаете свою позицию в этом сообществе, о котором вы говорите. Я исследователь, я из Польши. И в Польше политическая атмосфера сейчас играет очень важную роль, когда мы говорим о снижении вреда или любой деятельности в поддержку маржинализированных сообществ. Сейчас у нас, например, Национальный день независимости, поэтому Варшава, столица, оккупирована так называемыми патриотами, то есть фашистами. И это очень грустно. Это просто, чтобы вы понимали, в каком контексте мы работаем. И второй мой комментарий касается идей вовлечения равных. Когда я начала принимать участие в peer-to-peer проекте, а это прекрасная идея сделать такой проект, меня очень удивило, что мы говорили о peer-involvement или о peer-вовлечении, потому что я, будучи человеком, который принимает участие в квир-движении, оно всегда касалось нас самих. А нас не могут принимать решения без нас. Это правило. Но эта странность, с которой я начала, она вдохновляет, потому что это дает совершенно другую точку зрения на область наркотиков. Итак, опыт Польши. Сейчас я включу презентацию. Я расскажу о каких-то метарефлексиях наших действий, нашей работы в Польше. Что касается вовлечения равных в Варшаве, я использовала два источника знаний. Во-первых, это peer-to-peer, это проект, о котором рассказывал Жозе. И в этом проекте мы, то есть Марьяна, Магдалена и я принимали участие. А второе, это текущий проект по криминализации, криминализации наркопотребления. Это исследовательский проект, где для меня сейчас это основное направление моей работы. И это тоже очень важно, потому что в этом проекте, в своем этнографическом исследовании, я вижу, как люди, которые потребляют наркотики, как активисты снижения вреда, работают в этой очень сложной атмосфере криминализации потребления наркотиков в Польше. То есть это просто, чтобы вы понимали широкую картину. Что касается контекста, социального контекста программ по снижению вреда в нашей стране, я думаю, что главное, что мы видели, что показало наше исследование, это результат, это то, что услуги по снижению вреда, хотя они часто достаточно прогрессивны, они в то же самое время очень ограничены, потому что они есть только в крупных городах. Варшава, Краков, может быть, Вроцлав. Это значит, что какие-то программы есть, и равные в них вовлекаются, но при этом есть огромная разница, что касается активистов, активистов по снижению вреда, их позиции внутри организации, и людей, которые употребляют наркотики. И, скажем, это был наш первый такой диагноз, что мы выявили, и нас это удивило, и мы хотим что-то сделать. Нужно подчеркнуть, что активисты по снижению вреда могут также быть предвзятыми, у них тоже могут быть предрассудки в отношении людей, которые употребляют наркотики, даже если они при этом очень прогрессивны. И это само по себе является результатом или последствием постоянной войны с наркотиками, которая у нас ведется с конца 90-х годов. Это подводит нас ко второму вопросу, а именно разница между активистами и людьми, которые употребляют наркотики внутри организации, внутри инициатив. Можем ли мы представить в контексте Польши, чтобы люди, которые употребляют наркотики, при этом были сами активистами? Потому что есть такая предпосылка или ожидание, что есть эксперты, есть профессиональные НПО, но они не те же самые люди, которые употребляют наркотики. И с этого момента мы начали осознавать, что это неверный подход, и что с этим нужно что-то сделать. Поэтому наша цель была переосмыслить, поменять образ мышления об активизме по снижению вреда в целом, чтобы мы могли вовлечь равных и активистов, чтобы мы могли вовлечь в работу организаций их же благополучателей. И для меня это было очень интересно, потому что вопрос, над которым я думала уже несколько лет, касался движений людей, которые употребляют наркотики. Есть ли в Польше такое движение? Возглавляют ли его люди, которые употребляют наркотики? И вы видите, что в презентации у этого вопроса вопросительный знак, потому что какие-то инициативы у нас были, но в целом у нас такого движения, которое бы возглавляли сами люди, употребляющие наркотики, такого движения в Польше нет. Интересный вопрос, почему? Из-за криминализации или из-за того, что воздержание – это такой популярный подход? Может быть, на этот вопрос нам удастся ответить в будущем. Еще один контекст, который я хочу вам напомнить, потому что, вероятно, вы о нем знаете. Это, конечно же, криминализация и наркофобия. Как они позиционируют людей, которые употребляют наркотиков в этом широком контексте, и как они влияют на уязвимость, как они говорят о субъективности, как государственные органы, медицинские учреждения, адвокаты, которые должны помогать таким людям, как гражданам, как они воспринимают эту группу. Наркофобия – это термин, который очень популярен в публичном дискурсе в Польше, и я соглашаюсь в определенной степени с утверждением, что мы наркофобное общество, мы любим алкоголь, и мы ненавидим наркотики в публичном пространстве. Поэтому, когда мы думали о том, что мы можем сделать, как мы можем переосмыслить программы по снижению вреда, чтобы люди, которые употребляют наркотики, могли быть равными партнерами в этом активизме, мы также рассмотрели основные препятствия. И мы понимаем, что это очень широкое определение. И невозможно говорить о снижении вреда без учета этих широких факторов. Во-первых, криминализация, хранение наркотиков. Конечно, вовлечение равных, людей, которые употребляют наркотики в эти программы, которые решают их проблемы, может сделать их еще более уязвимыми к насилию или криминализации. Это необходимо учитывать. Во-вторых, конечно, потребители – это очень разнообразная группа. И это так и есть. И когда мы говорим о разнообразии, прежде всего мы говорим об опыте организации «Прекурсор». Это варшавская организация. Но это не только Варшава. Например, мы видим, что у нас есть сообщества, которые очень сложно охватить. Это молодые потребители, с которыми у нас нет контакта. Мигранты, языковой барьер. Плюс это люди, которые очень боятся выходить на контакт не только с официальными государственными органами, но и с НПО, потому что некоторые такие люди в Польше, у них нет документов, они нелегалы. И конкретно в Варшаве мы говорим о сообществах, которые находятся за пределами городской черты. И эта конкретная группа является принципиально важной, когда мы говорим о их партиципации. В этом контексте они не охвачены. И здесь еще я указываю очень широкое такое препятствие, такое, как политический климат, атмосфера, и невозможно игнорировать то, что сейчас происходит в Польше. Наши основные рекомендации, и это цитата Марианы, Марианы Ивульской, которая здесь в зале, и это прекрасная цитата, которая говорит о том, что если мы хотим действительно относиться к людям, которые употребляют наркотики как к равным в усилиях по снижению вреда, нужно начать их понимать как лиц, наделенных правами. И Мариана здесь говорит, что люди, которые употребляют наркотики, должны начать себя воспринимать как лиц, наделенных правами. И это очень сильная цитата. Это все началось в 2006 году, когда Стейн Гусенс, который тогда возглавлял международную сеть людей, которые употребляют наркотики, он был приглашен в Краков. И я с ними встретилась и узнала, что люди, которые употребляют наркотики, могут друг друга организовывать. Это для меня было как ЛСД, это открыло мои глаза. Люди, которые употребляют нелегальные вещества, могут легально организовывать себя и требовать своих прав. У нас есть какие-то права, но мы уже думали о каких-то своих правах. Это люди из сообщества анархистов, которые уже знали, что они могут создать какую-то ассоциацию. У них уже были какие-то документы для этого. Вначале мы не знали, как это делать, как создавать какую-то организацию. Мы искали социальные поддержки. Мы получили поддержку от Монера и от доктора, от одного местного доктора. То есть мы начали решать эту проблему сами. Но со временем мы развалились. Я вижу вашу реакцию. И это тоже важно, чтобы мы начали думать о потребителях, как о лицах, наделенных политическими правами. Для кого-то из вас это кажется может быть очевидным, но в контексте Польши это не очевидно. И, наверное, единственная организация тогда, которая возглавляли люди, употребляющие наркотики, она была создана в 2006 году. И с тех пор ничего особо не изменилось. То есть нам нужно поддерживать стратегии по самоорганизации, чтобы было политическое представление. Одним из результатов было создание полуинпута. Это организация людей, которые употребляют наркотики в Польше. И им нужно поаплодировать, потому что я думаю, что они этого заслуживают. И еще, конечно, декриминализация. Это следующий шаг. Необходимо этого добиться. И последнее. Нам необходимо думать интерсекционально, потому что сейчас в контексте нападок от правительства лица, употребляющие наркотики, работники секс-индустрии, квир-сообщества, они все попадают под одну гребенку. Нам нужно искать поддержки и формировать альянсы. Спасибо. Это был рассказ о ситуации в Польше. Во-первых, я хочу поблагодарить Устину за очень интересную презентацию, где она также объяснила сложности, с которыми мы сталкиваемся, когда мы собирались проводить такое вот исследование или оценку в Польше. Так, я хотел бы лишь отметить участие наших коллег из организации МАСУД и также лидию, которая сыграла очень важную роль в передаче результатов наших исследований нашим коллегам из Польши. Благодарю. Благодарю. А теперь после Польши у нас здесь Марто Пинто из Португалии, который и темой данной презентации будет вовлечение равных партнеров в научно-исследовательскую работу. то есть она поговорит о потенциалах и вызовах, с которыми мы сталкиваемся в этом направлении. Добрый день. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что меня сюда пригласили. Я действительно очень счастлива, что могу здесь принимать участие после почти двух лет изоляции. И также в связи с тем, что Иверхард ушел в отставку, для меня это очень важный человек был. Я работаю в данной сфере уже где-то 15 лет, а я выступаю в качестве научно-исследовательского работника на университете в Порто, где я работала где-то 17, проработала где-то 17 лет. Я буду здесь говорить о вовлечении равных в научно-исследовательские работы. Хочу с вами поделиться некоторыми идеями. Некоторыми идеями. я считаю, что научно-исследовательская работа, которая основывается на изучении сообщества при вовлечении данного сообщества, является очень важной роль. Вообще-то идея вовлечения членов сообщества в научно-исследовательскую работу это ничего не нового. Это существует уже как минимум 80 лет и очевидно здесь проявляется больше интерес к использованию этого метода. Но я хотела бы подчеркнуть, что это очень тесно связано с идеей социальных изменений. Так что, когда мы говорим о научно-исследовательской работе при вовлечении данного сообщества, это по сути мы чаще всего подразумеваем исследование, в результате которого произойдет определенный сдвиг в рамках сообщества. Необходимо отметить, что это политический процесс. Учитывайте то, что я здесь отмечаю слово политическую сторону этого процесса, что приводит к или что нацелено на улучшение социальной практики в данном сообществе. Это процесс, где члены коммуниции и сообщества и научно-исследовательской работы, которые вне этого сообщества вносят тот же самый вклад в проведение данного расследования. В таком случае это очень важно, чтобы данное исследование было всеобъемлющим, не только направленным на социальные вопросы. И в сфере снижения вреда мы все очень хорошо знаем эти принципы. Но несмотря на это мы также исходим из клинических исследований и нам необходимо данную идею распространять и вне сообщества наркопользователей и сексуальных работников. Здесь необходимо также отметить, что такое исследование может более четко отражать определенные опасения или атмосферу и восприятие в данном сообществе. Здесь необходимо отметить, что здесь также можем усовершенствовать самооценку и стоимость данных людей тем, что по сути мы используем их и мы минимализуем внешнее влияние или эффекты на проводимое расследование. Лишь несколько примеров, как можно вовлечь членов сообщества в данное исследование. Это считается очень хорошим стандартом, когда мы проводим исследование, если мы результаты данного расследования вместе с рекомендациями представляем потом к сведению данному сообществу. очень важную роль играет исследование так называемых равных. То есть это такие работы, когда внешние исследователи являются составной частью целой команды, проводящей данное расследование и становятся со сотрудниками данного проекта. Здесь уже были представлены некоторые примеры таких вот peer исследований или исследований, где, по сути, все стороны действовали на равных началах. Что касается этих примеров, в рамках проектов peer to peer, то есть на равных позициях, здесь необходимо, чтобы мы, как научно-исследовательские работники, умели себя поставить на уровень услуги, в которой нуждаются или которые требуют данные сообщества. Мы также считаем, что эти равные или эти коллеги, можно сказать, или члены сообщества, научно-исследовательские работники и другие контрибьюторы в данном исследовании были на одном уровне, чтобы они все учитывали потребности такого исследования и принципы исследования, и чтобы в конце концов они все были вовлечены в сборы данных, в их оценку и в рамках рабочих групп давали совместную оценку проведенной работы и разрабатывали рекомендации по усовершенствованию их работы на будущее. В качестве примера я вам могу привести проект под названием COVID-19 движения португальских секс-работников. Это касалось ситуации во время пандемии, но также оставшейся части населения. По сути, сексуальные работники воспринимались в том же самом ранге, как и остальное население. Здесь необходимо было дать определение и задокументировать эту работу и необходимо также с научной точки зрения ко всем этим вопросам подходить. Слава Богу или благодаря тому, что я призвала Рену, которая здесь также принимает участие, она активно включилась в эту работу. И мы начали вести переговоры с этим движением португальских секс-работников, ассоциацией португальских секс-работников. Для меня было очень сложно на первой встрече с ними работать, потому что меня чувствовала, что здесь есть определенная недоверчивость ко мне, определенное отчуждение между нами. Я старалась быть открытой, старала их привлечь к тому, чтобы убедить о том, чтобы они в открытую поговорили о своих условиях работы, о том, с какими проблемами они сталкиваются при своей работе, но натолкнулась я на то, что они не были открытыми, не хотели со мной поделиться, и я поняла, что мы являемся определенными жертвами предыдущего развития общества и восприятия со стороны общества. Я поняла, что реакция этих людей была вызвана отрицательными предыдущими опытами. Но в конце концов нам удалось эти барьеры преодолеть, в конце концов мы добились хорошего сотрудничества, в настоящий момент у нас очень хорошие отношения, и нам удалось совместно разработать документ, который обобщает результаты нашей совместной работы. А последний проект, про который я хочу поговорить в качестве примера, это научно-исследовательская работа, направленная на COVID-19 и ассоциацию мигрантов, происходящих из Мозамбика. И мы по сути вовлекли членов этого сообщества в сбор данных. Конечно, необходимо было пройти с ними определенное обучение и найти, научить их определенным правилам сбора данных. И в конце концов, опять они обратились в хорошие сотрудники, и у нас была очень хорошая взаимная коммуникация и взаимное содействие. необходимо отметить, что научные работы не всегда с точки зрения социальной, экологической и политической являются нейтральными. Иногда это действительно может быть очень сложно для определенного сообщества принимать участие в таких расследованиях, если эти исследования могут вызвать повышенную стигматизацию определенной группы населения. Здесь необходимо отметить, что, конечно, когда я решила проводить такого рода исследования, я не была никак преднамеренная. Я действительно старалась быть как можно больше нейтральной и старалась проводить свою работу на объективном нейтральном уровне, следуя чисто научным целям. Также необходимо отметить, что научное познание необходимо конструировать как форма знаний, воспринимать как живой опыт. Также нам необходимо признать, что существуют некоторые препятствия, некоторые барьеры, препятствующие вовлечению членов сообщества в данное расследование. Поэтому необходимо искать определенный способ вовлечения членов исследуемого сообщества в научно-исследовательскую работу. Может быть, это можно сделать посредством определенных денежных компенсаций за участие или лучшим гарантией, которые мы должны предоставить этим людям. Это то, что мы им даем шансы поменять результаты этих научно-исследовательских работ в том смысле, чтобы эти результаты действовали в их поддержку и шли им на пользу. То есть нам необходимо быть очень осторожными с точки зрения этих исследователей. Мы должны быть очень осторожными с точки зрения динамики между членами сообщества и научно-исследовательских комментов. Мы должны продвигать нейтральный подход на основании экспертизы и на основании научных подходов и познаний. Я уверена в том, что это должно проходить во всех направлениях. Также мы должны задумываться над справедливым вознаграждением лиц, которые будут принимать участие в данном исследовании. Это важно не только с точки зрения технической, но также с точки зрения этической. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Марта, что вы напомнили нам, что такое противоцепативное исследование проходит в контексте социальных изменений. И спасибо, что вы говорили о своих личных аспектах. Мы слышим, впереди здесь какие-то звуки. Вы слышите их тоже? Это кто-то включил какое-то видео? Если можно, то отключите это, пожалуйста, чтобы нам это не мешало. Следующий наш докладчик Эрнст Висе из Мерисен Де Монт. И у него есть презентация, у него есть слайды, которые он нам покажет. Спасибо. Спасибо. Последняя конференция, в которой я участвовал, я был в пижаме. Не знаю, как вы, поэтому сейчас это большое изменение. Наверное, это будет последняя презентация сегодняшнего дня, но я покажу вам видео, поэтому вы можете меня не слушать, потому что потом вы увидите видеоролик. Меня зовут Эрнст, и я работаю в организации, которая занимается снижением вреда в немедицинских учреждениях во Франции. И когда я говорю, что мы этим занимаемся, на самом деле, этим занимаются равные, а мы менеджеры просто сидим за столом и смотрим какие-то ролики в Ютубе, или я не знаю, чем еще занимаются менеджеры. Нет, но если серьезно, то мы работаем с равными в очень сложных условиях, в зонах конфликтов. если вы слышали выступления сегодня утром, то мы слышали невероятные просто примеры. Поэтому, если честно, вы работаете в сложных условиях, если вы комьюнити работник, или секс-индустрии, и так далее, то ваша жизнь непростая. И я сам лично сталкивался с большими сложностями, и я помню, что много раз я звонил Мату, когда сам оказывался в сложной ситуации, и он мне помогал, поэтому я думаю, что он меня сейчас пригласил выступить, чтобы отомстить за все это. Но с моей точки зрения, мне кажется, что есть большой разрыв между тем, что мы говорим на встречах, что мы пишем в наши гранты или в наших отчетах, потому что мы знаем, что мы используем какой-то определенный язык, но на практике все совсем не так просто. Мы часто сталкиваемся с проблемами и уже достаточно давно мы начали внутри своей организации пытаться понять, как мы хотим работать, и мат нам уже помогает несколько лет. Мы попытались просто сесть и поговорить о том, с какими проблемами сталкиваемся и какие проблемы мы хотим решать. И это привело нас к тому, что в начале этого года вместе с COECT INPUT, EUROINPUT и Международным комитетом по правам работников секс-индустрии в Европе мы провели ряд консультаций, 15 консультаций в 12 странах. И я просто ощущаю мурашки на коже, когда вспоминаю, как мы обсуждали с равными в разных странах, как мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами, как государство должно нас защищать, а оно не защищает. И на основании этих дискуссий мы потом провели семинар. Мы попытались пригласить международных доноров организации ООН, и я понял, что когда мы попытались пригласить эту небольшую группу людей, начали приходить запросы, чтобы участие было больше и больше и больше, и это все разрослось в такие большие зум-митинги, и мы поняли, что это актуальная тема. И сейчас вы увидите видео, которое пытается отразить этот разговор. С одной стороны, это все проблемы, которые вам знакомы, а с другой стороны, это рекомендации, над которыми нам нужно работать. Видео я сейчас включу, но до этого я не хочу здесь сейчас проповедовать, как нам нужно работать. Наша организация это всего лишь одна из организаций, и работы у нас очень много, и мы далеки от ее полного выполнения. Во-вторых, я знаю, что конференции работают не так, но у меня вопрос к вам, потому что мне кажется, что это еще не закрытый вопрос, и мы готовы сейчас говорить о работе равных, но мне кажется, что мы еще не дошли до того момента, где мы хотим быть в международном контексте. Мы должны признать себе, что мы далеки от совершенства. И последнее, у нас не было бюджета для того, чтобы оплатить профессиональные аудиоуслуги, поэтому, пожалуйста, тот голос, который вы услышите в видео, это просто я, а я не комментатор BBC. Работа равных сейчас признается все больше как самая эффективная модель интервенции в снижении вреда. Она дает оптимальные результаты, обеспечивает доступ к услугам. Несмотря на то, что в международных рекомендациях и отчетах работ равных признается, реальность не такая уж простая. Партнеры собираются и проводят глобальные консультации, чтобы обсудить каждодневную работу и выявить слабые места. Мы провели 15 консультаций в 12 странах среди лиц, употребляющих наркотики и работников секс-индустрии. Это были круглые столы, в которых приняло участие 75 человек из 25 стран. Были представлены самые разные субъекты, и обсуждали мы ключевые темы, которые были выявлены в рамках консультации. Были выявлены следующие основные вызовы. Во-первых, как содействовать самоорганизации. мы при создании программ полагаемся на какой-то ограниченный опыт для того, чтобы предлагать услуги. Но когда сообщество готово самоорганизоваться, организующая организация должна уйти в сторону и не выступать в качестве конкурента за ограниченные ресурсы. во-вторых, карьера и трудоустройство. Равные работники являются основой многих программ, но они недостаточно защищены. Что касается различных социальных пакетов размера заработной платы, например, в национальных и социальных и системах здравоохранения работники из ряда равных не всегда признаются на равном уровне трудового права и защиты. Третье, безопасность. Равные работники часто работают с криминализированными сообществами, часто они являются их членами и они находятся под угрозой астрокизации и насилия. Это риск, это контекстуальный риск, который влечет за собой дополнительный риск. Это стигматизация. Плюс там есть еще риск того, что их неправильно поймут внутри их собственного сообщества. Четвертое, партиципация, которая имеет смысл. Равные представляют возможность представить интересы своего сообщества, но для их партиципации есть целый ряд препятствий. В результате этих препятствий и их анализа был составлен ряд рекомендаций. Равные работники должны не только предоставлять услуги, они должны получать поддержку, они заслуживают поддержки, если они хотят самоорганизовываться в рамках сообщества. Нужно поддерживать их независимость и не воспринимать их как угрозу, чтобы не было конкуренции в этом ограниченном пространстве. Опыт или привилегированный доступ должны быть признаваться как навыки в описании трудовых позиций и такие работники должны получать необходимое обучение, приоритеты которого должны согласовываться с теми, кто в нем будет принимать участие. Также равные работники должны иметь право на вознаграждение в таком же объеме, как и профессиональные работники, включая все инструменты социальной защиты и социальный пакет. И, конечно же, необходимо соблюдать протоколы для ограничения рисков, необходимы процессы поддержки равных работников, если они терпят какой-то ущерб, задерживаются и так далее. Для них необходимо создавать безопасную кооперативную среду, необходимо понимание, понимание потребностей их сообщества. следует прилагать усилия для того, чтобы у них был равный доступ к политическому пространству на местном и национальном уровне. А для этого нужна поддержка стейкхолдеров на каждом уровне. А для этого необходима партиципация, обучение и укрепление потенциала. Благодарю вас. У нас осталось где-то 15 минут в нашем распоряжении, в течение которых можно задавать вопросы нашим панелистам. относительно их опыта из Португалии, Польши. Мы хотим всех панелистов поблагодарить за очень тщательное описание вопросов, связанных с научно-исследовательскими работами среди наших сообществ. Так что можете задать вопросы и пожалуйста представьтесь также. Я также была вовлечена в один такой ПРТУПИ проект. Я очень рада тому, что результатом были качественные познания как раз благодаря тому, что здесь проходил этот проект ПРТУПИР. А что как выявить ситуацию в других городах, как, например, в Вильнюсе или в других городах, где также, по кодам неизвестно, проводились такие ПРТУПИР проекты. Я думаю, что касается Вильнюса, что было интересно видеть, это была деятельность сообщества которая занималась потреблением наркотиков среди молодежи во время выходных, на разных вечеринках и тому подобное. И было очень интересно видеть результаты этого исследования. Так что Вильнюс или проект Вильнюса касался восприятия данного явления со стороны общества. Здесь также необходимо учесть, что было очень важно вовлечение добровольцев и активистов в это расследование. И я считаю, что эти проекты ПРТУПИР это определенная сбалансированность между препятствиями и некоторыми явлениями, которые после такого исследования менялись. Здесь было определенное политическое направление и в рамках активистов, в рамках общественной организации, когда было понятно, что что-то было не в порядке, и потом мы заметили определенный сдвиг. Теперь мы видим, что ситуация более ясна, что ПРТУПИР виды деятельности должны быть вовлечены в нашу работу, включены в нашу работу. Здесь необходимо говорить о местных сообществах, так, чтобы члены сообщества имели возможность высказываться и чтобы их голоса прозвучали и были учтены. Меня зовут Доминик Иванич, я из Прага, из организации Прогрессив, и у меня может быть наивный вопрос, но я понимаю, что мы здесь все вместе, я являюсь также таким первым, и я хотел спросить, если вы действительно чувствуете определенное давление со стороны политиков во всех странах, я имею ввиду давление с точки зрения судебной системы, с точки зрения юдикатуры, потому что я понимаю, что во Франции ситуация другая, для меня было очень интересно здесь слышать про сотрудничество между различными органами и сообществом лиц, принимающих наркотики, для меня это было нечто новое. Это было скорее заявление, но мы воспринимаем то, что вы сказали и благодарим вас за это. Я хотела спросить, существует определенный манифест, где также указано, как желательно проводить научно-исследовательскую работу. И я хотела спросить, если в рамках вашего исследования вы использовали этот документ. вопрос. То есть, я имею в виду, если вы также расследовали такой вопрос, если вам участники говорили, как они хотят, чтобы с ними обращались. Я думаю, что в данном случае речь идет о таком своеобразном исследовании. Это можно назвать немножко хищническим расследованием. Дело в том, что существует целый ряд различных подходов к научно-исследовательской работе и не играет роль, как их называют. Но для меня, как для социолога, очень важно воспринимать любые инструкции, приходящие со стороны групп ситуации, которых мы расследуем. И мы даже не говорим, что мы ведем расследование кого. Мы скорее ведем расследование определенной среды или ситуации, в которой люди находятся. Мы понимаем, что люди всегда, даже в ходе расследования могут сказать нет, мы с этим не согласны. И даже если просто они недовольны тем, как проект развивается. Я не знаю, если я правильно поняла ваш вопрос и ваши комментарии. Существует определенный манифест научно-исследовательских работников, где указано, как, по сути, должна проводиться научно-исследовательская работа. И я как раз хочу спросить, если вы руководствовались этими правилами. я хотела лишь отметить одну вещь. Одно сегодня того, чего вы говорили. Канада это страна, где существует больше такого вовлечения инклюзии. пиры, и я вспоминаю про статью, когда эти пиры, то есть, соратники или члены сообщества были вовлечены в такое исследование, и они говорили о своем опыте и о том, как, по сути, исследование при вовлечении членов сообщества должно проводиться. Я понимаю, что вы говорите об определенном манифесте научно-исследовательских работников, но вопрос звучит, как вообще-то усовершенствовать нашу работу на практике. Мы каждый работаем в своем направлении. Я, как научно-исследовательский работник, не могу руководствовать лишь своей интуицией, и, конечно, за это тоже плачу определенную цену, потому что мы не можем проводить расследование, исследование, которое мы проводим, без того, чтобы за это заплатить определенную цену. И имеется цену и с точки зрения моральной, с точки зрения содержательной и так далее. так что мы действительно в течение последних десятилетий работали над тем, чтобы завоевать себе определенную позицию. И теперь мы на этом должны строить. И необходимо, что когда мы работаем с определенным сообществом, чего мы должны узнать, чего вообще-то является проблемой для этих сообществ. например, научное правило, то есть, например, правило меня требует, чтобы я от участников получила соглашение на участие с этими людьми, чтобы это было подписано их именами. Но возможно ли, если я провожу анонимное исследование, могу ли я такое требовать от этих людей? Еще одно замечание на эту тему. У академии, у университетов нету монополии на знания. Знания могут быть приобретены от сообществ, от различных сообществ и так далее. У нас нету монополии научно-исследовательских институтов, и мы даже не можем иметь такую монополию. Я думаю, что здесь еще очень важно то, как академический мир организован. Если мы посмотрим на академический мир, это очень сильная конкуренция между научно-исследовательскими работниками. И по сути они все борются за свою позицию, за определенную репутацию, за средства. И я думаю, что здесь тоже необходимо продвигать идею изменения систем действования академического мира, потому что нам необходимо добиваться более равного доступа к информации. Здесь тоже очень это важно учитывать в рамках наших исследований. мы по сути работаем все в индустрии знаний и мы все стремимся к более качественным исследованиям. Так, что у нас уже не очень-то много осталось времени, так что последние комментарии на эту тему. У меня лишь вопрос. Так как мы говорим о том, какую важную роль играют наши соратники ПИРы, я также действую в качестве такого сотрудника ПИРа, участника. И часто я слышу, что люди говорят, что с этими людьми невозможно работать. И я хотела вас спросить, какой у вас опыт с работой с этими членами сообщества, с этими ПИРами, и существуют ли какие-нибудь барьеры, которые препятствуют успешному сотрудничеству с ними, или чего нам нужно делать лучше, чтобы мы добились того, чего мы хотим. так, я думаю, что в рамках научно-исследовательских работ, с моей точки зрения, наиболее важным является в научно-исследовательском работе, когда мы работаем совместно. Например, я свою докторскую работу писала на тему молодых людей, которые занимаются распространением наркотиков и так далее. А тогда, 15 лет тому назад, мне не пришло в голову проводить такое ПИР-исследование, то есть исследование при вовлечении соответствующих лиц представителей данного сообщества. Тогда это невозможно было, так что я работала лишь на основании информации, полуступающей от определенных моих информаторов, которые у меня в этом сообществе были, но сами они напрямую вовлечены не были. Я думаю, что это было бы намного лучше сегодня. Необходимо отметить, что некоторые случаи более сложны, некоторые менее, а я считаю, что главным препятствием является финансы, потому что если вы работаете с этими ПИРами, с этими сотрудниками, которые из данного сообщества, то их, конечно, за это надо платить. И это очень сложно, особенно в некоторых авторитарных странах. Я думаю, что это системная проблема. То есть как вовлечь людей, чтобы они со мной работали на равных начала, без того, чтобы я собирала определенные данные про этих людей, чего особенно в авторитарных странах с меня, как научно-исследовательского работника, будет требоваться. последнее замечание под конец. Я хотела бы отметить, что это очень интересная дискуссия здесь. И я думаю, что мой опыт мне дал возможность посмотреть на этот вопрос и развитие дел на протяжении времени. Я вижу, как мир постепенно меняется, и вещи, которые мы предполагали и в настоящее время уже не предполагаются и тому подобное. Поэтому необходимо нам разрабатывать и развивать соответствующую методику. Я начинала свою работу в сфере ВИЧ, потом перешел и к другим сферам и состарчиваюсь на вопросы снижения вреда. Идея заключается в том, что если вы работаете активно в определенном направлении, вы не воспринимаете себя как активисты. И я думаю, что если бы мы действительно к этому подходили именно так, это было бы неправильно. Я думаю, что нам необходимо действительно поощрять гуманность, транспарентность, то есть прозрачность и равный подход. Большое спасибо. Наше время подошло к концу, поэтому давайте поблагодарим наших сегодняшних докладчиков. спасибо вам всем за ваше участие, потому что это была очень интересная дискуссия. Спасибо. Спасибо.